О, смотри, смотри, смотри. Странная вещь. Логан Пол, который делает каждодневные видео. И он, кстати, не постил два дня уже. Вам не кажется это странно? Неужели его карьера и правда завершилась? Вот эти все видео не для того, чтобы там захейтить Логана Пола. Я не знаю, дошли ли у вас руки, ребята, просто в Твиттере написать Логан Пол. И 90% всех запросов, которые выпали, это сообщения от людей с негативом. Не можем ли мы просто убить Логана Пола сейчас? Всем привет. Мы, блин, сети Филиппа Кирилл. И снова добро пожаловать на наш канал. Так как первое видео про Логана Пола набрало очень много просмотров, мы решили еще чуть-чуть осветить данную ситуацию и добавить каких-то новостей, потому что, чтобы держать его в курсе событий. Многие уже ребята знают из-за Логана Пола, но так как мы находимся здесь, и мы как бы следим за ним на, наверное, ежедневной основе, следим за его поступками, потому что некоторые из них не имеют просто никакого значения, а некоторые из них на самом деле мотивируют нас и заставляют двигаться и работать дальше, поэтому мы следим за всем событием. На самом деле мы хотели поговорить о одном видео, которое тоже недавно вышло, оно повсюду в Твиттере. Видео о том, как они съездили в Японию, и как они записывали всякие разные, по их мнению, смешные штуки. И мы предлагаем посмотреть его прямо сейчас. Всякое сумасшествие. Смотрите, сейчас, ребята, на экраны. Вот они носятся по Японии. В самом начале, во-первых, я хотел сказать, что они сказали, что это Япония, все вокруг, типа, уважения, мы никогда не можем, типа, нарушить их уважение, их, типа, границы. И все видео противоречит всему ему сказанному в начале влога этого. И он повторяет это не один раз через видео. Самое главное не беспокоить людей. Это Япония очень миротворная страна. Он говорит, что давайте будем уважать Японию, и вот сейчас на кадрах он берет хлеб, ему говорят, что нельзя просто весь такой убрать. Потом он пошел... Была интересная ситуация, он зашел в магазин покупать такую игрушку какую-то, ну, просто как приставочка какая-то. Он пошел ее на улицу, разбил, вышел с какой-то входа, и потом пришел к продавцу и попытался сказать ему, убедить его, что она не работает. Да. Бедный продавец, но раз чуть с ума не зашел. Потом еще из сумасшедших поступков, которые он там делал, он просто взял покебол, ходил по улицам и бросал абсолютно во всех прохожих. И даже он бросал в полицейских. И все время передо повторяется, давайте же будем уважать японцев. Он еще сказал в самом начале, добро пожаловать в Японию, мы будем всех уважать, теперь приехали типа там чертовы американцы, как он сказал, сам сказал. В одном из моментов на видео он снял штаны и остался в трусах на одной из главных улиц Японии, что тоже не имеет никакого значения. Это самый уважительный поступок, наверное, его. Мы хотели повториться, что вот эти все видео второе уже, это не для того, чтобы там захейтить Логана Пола или что-то, мы просто хотели обозреть, потому что на самом деле он нормальный парень, и иногда он делает очень хорошие поступки, которые нас мотивируют. Он своих фанатов уважает, он постоянно делает какие-то розыгрыши, какие-то мероприятия. Вот это видео из Японии, он также носился, купил какую-то две рыбины, какой-то осьминог и носился с ними по всему городу, беспокоил людей. Что на самом деле выглядит отвратительно. Ссувал в лица этих рыб всем прохожим, и в конце оставил две эти рыбы просто на машине, и ушел, машина уехала. Это, по-моему, тоже один из уважительных пастухов, которые можно сделать в Японии. Это видео, не знаю, распространено по всему твиттеру, и человек, который его выложил, Чет Кэнон, он написал то, что Логан Пол, можете сейчас видеть на экране, типа один из самых отвратительных, типа уродов, он так написал. На самом деле много очень таких твитов, даже от известных людей, которые направлены на осуждение его поступков. Я не знаю, дошли ли у вас руки ребята просто в твиттере написать Логан Пол, просто ничего, никаких поступков. И 90% всех запросов, которые выпали, это сообщения от людей с негативом, которые отзываются о нем с негативом. Давайте почитаем сейчас. Например, Маккензи говорит то, что Логан Пол напоминает ей о принце Чарминге со Шрека 2, и это очень сходится с Логаном Полом, потому что они оба рассматриваются как отвратительные люди. Плюс один. Они выглядят одинаково. Все тоже, наверное, знают популярную певицу, которая только стала популярной. Карди Би. Она сказала о Джейк Поле, о его поступке в Японии, когда он снимал мертвых людей. Я не думаю, что он действительно хотел сделать то, что он сделал, записал мертвого человека. Я не думаю, что он хотел это сделать. Он просто очень смешной. Мы должны все его за это простить. Серьезно, Карди Би? Он не должен это выкладывать. Да, он сказал, что не будет монетизировать видео, но зачем выкладывать мертвое тело? 15 миллионов подписчиков. Например, Шаума говорит, что несколько дней назад я не знал, кто такой Логан Пол, и через несколько дней я уже забуду, кто он такой, предлагает присоединиться всех. На самом деле, даже, мне кажется, видео, которое он выложил после, после приезда с Японии, с извинениями, на самом деле, непонятно, правда это или нет, или это очередная игра от Логана Пола. Он, так как человек актер, он реально актер по профессии. Вы думаете, он действительно имел это в виду, ну вот, извинения, и продолжать делать такие поступки на следующий день? И, кстати, странная вещь, ребята, вы видели или нет, то, что чувак, который делает каждодневные видео, и вся его личность, все его развитие денег направлено на это, и он, кстати, не постил два дня уже. Вам не кажется это странным? Вы не знаете, почему это может быть так? Но, на самом деле, это очень подозрительно. Еще очень прикольный твит нашел, просто подряд идем вниз, смотрите, Веган Визер говорит то, что не можем ли мы просто убить Логана Пола сейчас? На самом деле, не очень хорошее предложение. Не очень хорошее предложение, но просто люди почему-то с негативом за последнее время. И это все, это все в основном люди официальные, то есть с галочками, вы все знаете. Мы нашли еще вот такое интересное видео, предлагаем его посмотреть. Ребята сделали скетч на Логана Пола, мы не говорим то, что он там хороший или какой-то, просто очень осмешили ситуацию данную. А произошедшим в лесу самубийство. Два парня притворяются, как они, типа, как Логан Пол нашли мертвое тело, вот. Они подходят к нему, говорят, давайте же, где же наша камера, пошли снимать, там, начинают смеяться, вот. Они просто ситуацию сделали веселой. Потом они с большим удовольствием надевают футболку, говорят, не хочешь ли ты наш мерч попробовать, не хочешь, типа, нужна ли тебе футболка, если у тебя, они на него ее одевают. Это все от Логан Поле, он всегда продвигает свой мерч. Это все обозревает то, что он сделал, как бы, вместо того, чтобы адекватно посмотреть на ситуацию, начинается, там, все, ну, там, сниматься на YouTube-канал и все такое. Просто идем вниз по твиттеру и, вот, как я уже сказал, 90 твитов, 90% твитов из 100, это просто с негативом. Есть несколько комментариев, поддерживающих Харди Би, что это просто была шутка и что нужно его простить. Не знаю, наше личное мнение, может быть, он и снял, любой знак может сделать, как мы уже говорили, но, ну, чтобы, там, не знаю, подходить и зумировать это все изображение, это уж, конечно, слишком. Люди пишут, что даже не очень мило смотреть его видео, то, что это отвратительно. На самом деле, еще была интересная реакция Пьюдипа, если вы, ребята, видели, как он среагировал на его поступок в этом лесу, в Японии. Он рассказал в своем видео то, что в основном у аудитории дети, и то, что они могут начать повторять, делать то же самое за ним, что является реально правдой, и он привел пример некоторых влиятельных людей, как они сказались о нем после того, как он выложил это видео. И, на самом деле, если вы не видели это видео, посмотрите. Некоторые предлагают, типа, собрать родителей вместе, они разведены, Логана и Джека Пола, посадить их вместе на собеседование и сказать, типа, что же, типа, с вами не так, как вы воспитали этих детей, но, не знаю, не знаю, это вопрос ли воспитания или нет, просто они иногда превышают предел своих дураченств, я бы так сказал. Мы, короче, оставим все видео, которые мы говорили, вчерашние видео, видео, которые там в лесу они записали, и видео, которые мы рассказали в самом начале, новое видео с Японии, где они там творили всякую ердо опять, бросали там покеболы, мы оставим в описании, поэтому посмотрите, ознакомьтесь. Просто, просто, не знаю, в Твиттере очень много правды происходит, люди реально высказываются, реальные вещи о нем. Напишите Логан Полу в Твиттере, очень много смешной штуки, очень много отвращения к Логану Полу. Это видео не для того, чтобы его, как-то, не знаю, может быть, унизить или что-то, мы просто хотели реально посмотреть на вещи, что люди сейчас думают о нем. И донести просто вам, потому что не все, на самом деле, некоторые не владеют языком, некоторые просто не могут, не хватает времени, мы решили соединить все это вместе и рассказать вам, друзья. Мы надеемся, что это видео было полезным, какую-то часть информации вы узнали и что, как-то, отреагируете. На самом деле, будем ждать дальнейших вестей от Логана Пола. Этот блогер уже не постил целых три дня видео на свой канал, хотя у него выходят ежедневные видео, все время выходили. Интересно, что у него в голове. Реально он хочет забрать все свои вещи, мысли, дела обратно за последние дни. Некоторые говорят, что нет новых видео от Логана, неужели он и правда завершил карьеру, как это слух пошел такой, типа, как ютуберы на это реагируют. Ну вот, ребят, нам также очень будет интересно знать ваше мнение по всей ситуации, было ли данное видео полезным. И мы будем держать вас в курсе, если что-то интересное будет происходить. Также возвращайте наш канал каждый день. Мы не стараемся, мы сейчас постим каждый день, надеемся, вам нравится то, что мы делаем. Мы будем благодарны вашей поддержке и хотели сказать то, что вы вернулись завтра в это же время. Мы завтра что-нибудь тоже место, интересненькое, тоже для вас приготовим. Ну а на сегодня, наверное, спасибо большое, мы были очень рады вас видеть у нас в гостях. Всех крепко обнимаем. Кирилл и Филипп, пока. До свидания.